Всем привет! Я расскажу про перформанс, про то, как мы работаем с перформансом Райки, конкретно в нашей команде, в одной из моих команд, которая работает с ворклоудом. Я сейчас расскажу, что это такое. И рассказ мы будем скорее... Это не про то, чтобы вас чему-то научить. То есть, наверняка тут сидит много народу, если я сейчас попрошу руки поднять, то больше половины поднимут, если не все, кто уже сталкивался с проблемами с перформансом и кто тоже может что-то рассказать. То есть, это скорее не будет какого-то rocket science, будет наш опыт, наша история, что у нас вообще случилось, и как мы до такого дошли, и что мы с этим делали. Доклад называется примерно вот так. Второе одно этого названия. Естественно, как вы понимаете, что все эти проблемы с перформансом нужно было решить примерно за месяц. И, собственно, я попытаюсь рассказать, как мы это сделали. Кто я вообще такой, почему я здесь стою? Меня зовут Павел, я Software Engineering Manager в компании Rike. Работаю в Rike уже три с половиной года. Начинал как обычный фронтендер. И как рядом с этой вьюшкой, с ворклоудом, про которую я буду рассказывать, я с ней живу три года с самой первой строчки кода, которая там вообще была написана. Очень много чего делал в Rike, и процессного, и организационного, и всякого разного. Был также фронтендлитом, был скромастером в своей команде. Ну и сейчас, как инженер-кменеджер, работаю с двумя кросс-факшнл командами. Мы занимаемся скопом ресурс-менеджмента. Как раз тем скопом, которому принадлежит ворклоуд. Вкратце, что такое Rike? Это сервис для совместной работы и для управления проектами. Ну, Женя, в общем, уже вполне нормально представил. Выглядит это так, что это один большой workspace, как мы его называем. И вот вы здесь, ну, можете видеть скрины, видите, там плохо, наверное, видно, но там куча табин разных, да? И вот на каждую табину нажимаешь, и там свое какое-то отдельное представление. То есть можно посмотреть задачи в виде таблицы, можно посмотреть задачи в виде просто списка, в виде какой-то, в виде гандчарта, в виде воплоуда, например, про который я буду говорить. И поэтому там куча разных режимов, куча разных вьюг. Продуктовываем мы за максимальную гибкость, чтобы Rike подходил разным командам. Ну и, соответственно, технически, да, то, что мы здесь обсуждаем, технически это означает, что у нас достаточно сложный продукт, именно complicated продукт с кучей разных вьюг. И там очень-очень много всего накручено на фронте. Там есть оптимистичные апдейты, там есть куча калькуляций, там есть очень много интерактива. То есть это, скорее, не про формочки какие-то простые, это про что-то действительно челленджовое. И, ну, для контекста тоже, как это работает. Собственно, 250 человек даже больше работают в инжиниринге. То есть это не то, что мы тут вот этими двумя моими командами собрались. Это реально достаточно большая толпа народа. Это все раскидано больше чем по 20 командам. И у нас сейчас только на фронте больше четырех сотен репозиториев. Только на фронте у нас больше двух или даже двух с половиной миллионов строчек кода. И наш стек, то, на чем мы пишем, в целом, долгое время мы писали на связке Dart и Angular. Сейчас мы потихоньку переключаемся на TypeScript React. Ну и просто для контекста, то, о чем буду говорить я, Workload, он начинался три года назад, когда мы еще не переходили на какой-то TypeScript React. И, соответственно, я буду скорее разговаривать про эту часть, про Dart и Angular. Собственно, что такое Workload? Что такое Workload? Вкратце, продуктовый он достаточно простой. Это инструмент для менеджеров, для менеджеров команд, которые могут смотреть по своей команде и в загрузку. У меня есть Kate, у меня есть Xavier. Я смотрю, какие задачи у них есть. То есть вот каждая вот эта колбаска, это одна задача. У нее есть понятные даты. Я понимаю, когда они над чем работают. Я вижу, в какие дни, сколько часов мне на них нужно. Ну и как бы все хорошо. Если я вижу какую-то проблему, что кто-то перегружен, ну, значит, я решаю как-то эту проблему. Но не только. Инженерно, когда мы начинаем в это все копать, сейчас вот, что называется, следите за руками. Первое, что есть на Workload, самое главное, это вот эти цифры по этому. Это, собственно, то, на основе чего менеджер принимает решение. Соответственно, все эти цифры нам нужно где-то вести, нам их нужно считать, нам их где-то нужно хранить, по всем дням, по всем людям. Ну, по всем людям, так как я уже сказал. Это становится чуть более интересным, когда у нас начинаются агрегации. То есть поверх этого всего можно включить группировку по джопролям, например, вывести всех Frontend-разработчиков, и я как Frontend-менеджер могу посмотреть по всем своим фронтам, сколько там вообще загрузки, сколько у меня свободных фронтов есть. И у нас возникают агрегации, которые мы тоже считаем на фронте. Все становится еще интереснее, когда мы включаем следующий уровень группировки. И это группировка по проектам. То есть я уже могу посмотреть, где конкретно мои Frontend-разработчики заняты. Только те конкретно проекты. И это тоже группировка всех вот этих вот цифр, которые вы здесь видите, которые тоже должны считаться на Frontend. Она, конечно, считается и на бэкэнде, но на Frontend она тоже есть. При этом все это добро дружит с бесконечным скроллом, потому что мы вот эту диаграмму, ну, этот чарт, мы его можем листать просто там на год вперед, на год назад, на любые даты, на любые проекты. Мы можем посмотреть на все, что захотим. К этому у нас есть RealTimeUpdate, потому что, ну, самая простая история, когда, ну, это не имеет смысл, да, там, для команды из трех человек, но они так все знают. Это имеет смысл для больших активных компаний. И вот там сидит, ну, например, даже хотя бы сто человек, они все одновременно сидят в этом аккаунте в Райке и что-то меняют. И они меняют даты этих задач, они меняют вот эти циферки allocation. И чтобы менеджеру увидеть вообще актуальную картинку, нам нужны RealTimeUpdate. То есть технически, да, что это значит? Каждую секунду может прилететь какая-то дичь, и нам все это надо перестроить и все вот это пересчитать. И уже, ну, потихоньку, наверное, у кого-то щелкает, да, как это может быть связано с перформансом. Ну, и, наконец, интеракция, да, про которую я говорил, как это работает физически. То есть, ну, я менеджер, я вижу какой-то косяк, я хочу перетащить задачку, видимо, да, то есть технически драк-н-дропнуть эту задачку, чтобы что-то поменять. Точно также заресайзить, ну, сам вот этот бар, чтобы как-то поменять даты, создать новую задачку прямо на этом чарте. Ну, короче, много всего. И это создает очень большую сложность и очень интересный челлендж, из-за зрения перформанса. И плюсом, да, плюсом оптимистичного вычисления, потому что как только у нас срабатывает эта интеракция, типа драк-н-дроп или что-то еще того, нам нужно все вот эти циферки пересчитать. И не только эти, нам нужно пересчитать все агрегации и убедиться, что это сделалось, ну, без того, чтобы комп вообще завис. Да, сразу вопрос. Два вопроса. 100 тысяч строк-кода – это одна вью или это весь проект? Нет, это вот это вот. Вот это 100 тысяч строк-кода? Да. А какая технология очень заработанная должна быть? Ну, там, да, там гулянт. А у меня другой вопрос. А как конкуренция обеспечивается? Если два человека за одну колбасу протягивают, что будет? Ну, как правило, такого не будет, но в целом, кто последний? То есть, скорее всего, такого не происходит. То, что мало вероятно, оно раз в 100 лет случается, и логика должна быть покрыться. Типа того, это покрыто логикой, что оно отображается в истории изменения задачи. То есть, там будет две записи подряд, что, типа, один изменил, а потом сразу второй изменил. Ну, окей. В общем, продуктовая это выглядит вот так. И, ну, то есть, вкратце, вот красивая, да, картинка. То есть, если просто мы смотрим, как юзер на это – магия, все, все случилось. Технически, чтобы это поддержать, это очень интересное приключение. Собственно, о чем мы поговорим, это про вот этот год, 21-й. Как он у нас происходил? Примерно в январе у нас потихоньку начали сыпаться эскалации. Мы начали это решать, мы начали применять всякие быстрые фиксы, мы начали придумывать всякие сложные эксперименты. Что такое эскалация? Эскалация, ну, когда приходит кастомер и говорит, ну, ребят, я вам плачу деньги, почему ничего не работает? Жалобы. Ну, типа того, да. И, в результате, вот это вот все приключение, которое у нас было, оно, на самом деле, до сих пор продолжается. То есть, самые последние дорогие фиксы у нас буквально релизятся чуть ли не буквально в этот спринт. И я постараюсь сейчас вкратце, правда, вкратце об этом рассказать. Как вообще мы об этом задумались? То есть, да, ну, как выглядит регулярный сетап разработчика, да, который работает с перформансом? Во-первых, ну, естественно, у нас на нашем тестовом окружении одна единственная задачка. Мы ее потаскали, пресайзили, попробовали создавать, все, работает идеально. То есть, ну, проверять это на, не знаю, десятках тысяч задач, ну, как правило, никто не проверяет. Как ты свою доску сделал, все, да, погнали дальше. При этом, естественно, мы все сидим с достаточно быстрыми локтопами и никаких проблем вообще не испытываем. То есть, у нас в целом райки политика локтудинга, что мы сами пользуемся райком для разработки. И мы, конкретно, как наша команда, пользуемся ворклоудом для того, чтобы вести наши процессы. Ну, мы такие, каждый день на тренировках смотрим на этот ворклоуд. Ну, нормально работает, ну, типа, чего тормозит ребят? Мы не особо понимаем. Еще две важных детали, что за вот как раз вот эти годы случился достаточно резкий рост продукта. Насыпались очень много фич со всех сторон. Ну, и я вот показывал на прошлом слайде, только ворклоуд они насыпались в большом количестве. И при этом быстрый рост в компании, когда появились интерпрайз кастомеры. А интерпрайз кастомеры – это ворклоуды не на 10 человек, а у них там сотни человек, вот так вот. У которых сотни задач и тысяч проектов. И это все вывелось в том, что у нас появились вот эти жалобы в январе в очень-очень большом количестве и очень резко, хотя раньше их как-то не было. Ну, и мы такие, типа, почему? Типа, у нас тут все нормально, у нас тут все хорошо, что у вас вообще происходит, почему у вас ничего не работает? Ну, и выглядело это, на самом деле, вот примерно вот так. Если кто помнит, там, мемчики из марта, то достаточно тяжело было это воспроизвести. Вот. И, собственно, что мы сделали? Дальше, как раз, наверное, рассказ про самое интересное, что мы приняли решение. У нас было две команды, у нас было примерно, ну, до сих пор идти. У нас в тот момент было 5, примерно, или 6 больших релизов в параллели, которые ждали, которые кастомеры тоже уже на них завязаны. Мы приняли решение все это остановить. Ну, типа, ребят, сорян, нет смысла ничего релизить, если ничего не работает. И мы взяли один месяц, два спринта, двух команд, ну, то есть достаточно много времени на то, чтобы пофиксить вообще это болото и понять вообще, что случилось-то, как с этим жить дальше. И, собственно, вот к чему мы пришли. Наверное, хочется рассказать дальше. Давайте, сейчас немножко, чтобы там всех вытащить с телефонов, кто сидит, небольшое, небольшое упражнение. Давайте вот прямо вот на столах, ну, за которыми вы сидите, вот в небольших группках попробуйте обсудить вот кейсы, которые у вас были с перформансом. Что вы первые делали? Как вы к этому подходили? Как вы начинали это анализировать? Поделитесь просто, пожалуйста, друг с другом примерами. Давай минуту на это возьмем. И потом просто будет интересно сравнить, ну, ваши какие-то идеи с тем, что получилось у нас. Пока это что происходит, вопрос, от перформанс команды у вас нет как класса? Перформанс команды нет как класса у вас. Ну, в смысле, насколько я имею в виду нет? Выделены нет. Выделены нет, каждая команда... А, это не просто команда, да? Неужели вы не задумывались о том, что там будет большая загрузка и просто не срастаться на этом? Вот, собственно, про это. Собственно, и задумались. Компании, где больше 100 делов, пора думать за радио. Собственно, про это все. В общем, что выяснили мы. Прямо несколько приколов. Первое. Ну, во-первых, мы сходили на звуки с клиентами, посмотреть, типа, что у них происходит и как это реально отличается от того, что мы видим на дейликах. Вы видели вот самую прикольную штуку, что, оказывается, есть экраны, которые больше 13-дюймового макбука и в которые влезает чертовски много вот этих вот ячеек. И когда эти ячееки написаны на доме, они у нас были написаны на доме, оно все очень-очень сильно тормозит. Вторая тема, которую мы заметили, мы просто начали копать. Вот все эти наши оптимистичные аирдейты, пересчеты на фронте. Ну, смотрите, как они работают. То есть ты пытаешься что-нибудь сделать и тебе надо пересчитать для вот этого плейсхолдера, маленького и синенького, где эта задача окажется. И тебе это надо пересчитать с учетом всех расписаний, всех рабочих и нерабочих дней, которые там есть. И это, на самом деле, достаточно много калькуляций. И если особенно это большие задачи, то это все должно пересчитываться на лету и эти калькуляции надо оптимизировать. Ну, опять, вот этот слайд, да, то есть, ну вот этот набор, он по определению не может работать быстро. Собственно, что мы решили из этого сделать? Первое, мы попытались понять вообще, что действительно происходит у клиентов. И, ну, начали ходить на звонки. Ну, вот так вот мы узнали про эту историю с 4К дисплеями. Так мы узнали про очень прикольную историю, что у одного кастомера, ну, у них такая специфика, что они через API, через интеграции создают автоматические проекты. И у них может быть очень крошечные проекты, типа по одной задаче и может быть там по 20 задач в день на одного исполнителя. И, соответственно, это разрастается вот в такое безумие, на каждый день там 20 задач. Это очень специфичный кейс, но они захотели его смотреть здесь. То есть, ну, даже нам тестировщикам нашим не приходило только в голову, что такое может быть. И поэтому, в конце концов, мы поняли, что типа чего мы не придумывали, как бы мы не пытались это синтезировать, ну, вообще бесполезно. Надо смотреть, что происходит в реальности. И поэтому мы сделали такую штуку, как performance tracking. Мы стали измерять performance на стороне клиента. Не на стороне наших классных макбуков, а на стороне клиента. И поверх всего этого мы накрутили андекс-метрику. Собственно, ну, максимально просто, да, просто как это работает. У нас, ну, я уже сказал, да, Angular Redux. Примерно вот такая связка в этом проекте. И, соответственно, мы сделали, заинтрибьющить класс performance-ивента, который следит за двумя экшенами в редакции. Ну, типа, на какой экшен он начинается этот ивент, на какой заканчивается. После этого мы сделали вот такую middleware, в которой, соответственно, настроили все эти ивенты. Когда что начинается, когда что заканчивается. И, ну, куда оно должно попадать, по каким путям. И, ну, примерно, ну, грубо, максимально вот так вот просто это работало. Да? Как в JavaScript-е мерить performance? Ну, типа... Это все, ну, это куда-то складывалось или что? Да, 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 да. Вот, ну, для начала, да. Это максимально простые калькуляции. То есть берем timestamp до, после, ну, типа, разница. Поняли, сколько делается ивент. Взяли ивенты, ну, определили эти категории ивентов. Запустили это на всех юзеров. Получили там просто миллионы ивентов. И все это сложили в нашу внутреннюю систему для трекинга. И дальше, ну, вот из этой кучи данных начали уже ее разгребать. Мы воспользовались такой историей, как апдекс. Это Application Performance Index. Он, ну, условно, это какое-то число от нуля до единицы. Где единица, это у вас крутой перформанс. Ну, и, соответственно, вот по этой шкале, там, если он меньше 0,5, ну, это не работает скорее вообще. Апдекс считается вот такой, вот по такой формуле, как там справа сверху, что мы берем количество событий, которые попадают в интервал с хорошим перформансом. Ну, то есть, которое происходит быстро. Добавляем к ним половину событий, которые происходят, ну, приемлемо. И делим на общее количество событий. Ну, то есть, в принципе, формула достаточно несложная. Собственно, да, мы выбрали список таких операций. Мы определили как раз вот эти границы, что такое хороший ивент, что такое приемлемое, что уже не очень тянет. Ну, условно, там это было от 50 до 200 миллисекунд для разных типов операций. Взяли из них наиболее приоритетные, которые больше всего влияют на перформанс. Ну, и получили какую-то статистику. Статистика выглядела примерно вот таким образом. То есть, на самом деле, ну, ничего хорошего мы там не увидели. То есть, 0,67, да, если вот вернуться на вот этот слайд, это, ну, типа, уже вот в этой красной зоне. И мы поняли, что, ну, действительно, у клиентов проблема. То есть, мы можем сколько угодно тут сидеть в своем мире и думать, что все хорошо у нас на дейликах, но у них реально есть проблема. И, собственно, дальше мы начали вот это копать. Следующее, что мы начали делать, ну, на самом деле, параллельно. То есть, не было такого, что мы, так, давайте сначала все померим и не будем ничего фиксить очевидные вещи. Наверняка мы за столами там обсуждали про пайлеры, что надо смотреть CPU, надо смотреть там потребление памяти, количество дом нот и так далее. Ну, собственно, банально, как только мы полезли проверять, например, Dark and Drop, мы увидели вот такой прикол, что Dark and Drop именно из-за этих оптимистичных перерасчетов сжирает просто какое-то дичайшее количество ресурсов. То, что ему на каждое движение мышки, даже если его задемонтить, ему нужно пересчитать, в какой день он должен попасть из-за того, что ему надо считать расписание. Там просто происходила какая-то дичь, потихоньку нам удалось это облегчить. Еще был прикол с длинными задачами. То есть, да, обычный Dark and Drop, с ним все нормально. Но, оказывается, есть люди, которые создают задачи длиной в один год. И, оказывается, зачем-то они пытаются их при этом дракон-дропить именно здесь, на ворклоуде. Ну, причем в таком виде. И, соответственно, у нас было очень... Ну, просто мы не предвидели таких случаев. У нас оно было, правда, не оптимально написано, что чем длиннее задача, тем просто экспоненциально росли эти калькуляции. Мы это все срезали, и у нас там чуть ли не в 6-7 раз увеличилось вот этот кейс. Потом была достаточно интересная тоже история, когда мы проходили по селекторам. Ну, то есть, мы используем селекторы, соответственно. Ну, в редаксе, в обычном темскриптовом жестном мире, наверняка кто-то тоже использует кеширующие селекторы или селект. Как они выглядят в редаксе, я думаю, более-менее понятно. В Дортье тоже они на самом деле есть. Ну, выглядят они примерно вот так. И история с кеширующими селекторами в Дортье сводится к тому, что что-то они не умеют кешировать вглуз. И если происходит что-то, нужно что-то закешировать на каких-то низких уровнях сложности, но это просто не работает. Он начинает это все высчитывать заново. И на самом деле, вокруг этого, это не вокруг конкретно нашей команды, не вокруг конкретно этого кейса. Это писали другие ребята из соседней команды. Тем не менее, у нас в Дортье появилась ререйселект для Нарта. Мы ее заопенсорсили, которая поддерживает как раз Deep Momization. И вот эту штуку мы тоже применили там, где это было можно. И на самом деле, это помогло. То есть, условно, вот эта история слева. Слева, да. Про Bar Drag Over это как раз когда мы драгим таску. И вот до всех этих оптимизаций, там aptX был примерно 0.5, после этого он стал около 0.9. 3 Recalculated Event справа. Вот это как раз история, в том числе, про селекторы. 3 Recalculated кидался, ну, как каждый раз, когда нам надо было что-то перечить. Ну, условно, инвалидировать layout. И это график количества этих ивентов. То есть, вот это график не по времени, это график количества. И мы смогли его драгнуть, ну, примерно в два с половиной раза. Просто за счет нормального кэширования. Окей, сделали быстрые фиксы. Что-то помогло, что-то нет. Но, ну, даже нам еще, Тима, стало лучше. Каким-то клиентам тоже. Но все равно продолжали сыпаться тикет. И все равно это явно было недостаточно. И мы продолжали ходить на эти интервью. Продолжали находить какие-то необычные кейсы. Ну, и, соответственно, дальше, что мы начали с этим делать. Мы поняли, что, ну, быстрые фиксы, но ничего не изменят. Надо понять, ну, надо это принять, надо делать дорогие фиксы. Надо быть к этому готовыми. И то, что мы пробовали дальше, это попробовали как-то упростить продукт. Ну, потому что помните, да, этот слайд? Ну, это безумие. В какой-то момент там можно перестать понимать, как это работает в принципе. Упрощать продукт, как-то адаптировать логику. Как раз вот дальше был вопрос, ну, что приходит Enterprise. Давайте как-то иначе будем это все обрабатывать. Давайте будем проводить какие-то эксперименты, в принципе, старшими фичами. Может, они не нужны, может, они как-то иначе могут работать попроще. Ну, и, собственно, ресерчить более дорогие фиксы. Несколько примеров просто интересных. Про сколп данных. У нас есть основной чат, который здесь сверху. И есть снизу бэклог. Ну, что такое бэклог? Да, это задачи, которые ни на кого еще не повесили. Это типа ничья работы, которую надо сделать, которую надо запланировать. И, собственно, в бэклог у нас попадали раньше задачи отовсюду. Ну, потому что это вся работа, которую надо запланировать. И в какой-то момент мы поняли, что, ну, когда у вас одна команда, ну, это типа нормально, это удобно, это так и должно быть. Ну, когда у вас интерпрайс на 10 тысяч юзеров, вся работа выглядит как примерно очень много. И это нереально ее сюда затащить. И когда эта ручка банально начала работать, когда он пытался это все отобразить, эта вся страничка просто погибала. И, собственно, что мы сделали? Мы изменили этот продуктовый кейс на то, чтобы он отображал задачи только из скоупа, на который настроен этот чат. И оно стало работать гораздо... Ну, не то, что оно стало работать гораздо быстрее, оно стало работать. Оно перестало фризиться, страница перестала умирать. Это, в принципе, уже была победа. Причем, кстати, да, вот про это забавный прикол, что в параллель для этого мы делали очень-очень важную фичу про раскраску бэклог-бокса. И история была в том, что кастомеры должны были увидеть, что вот здесь что-то красненькое и здесь синенькое, значит, нужно принимать какие-то управляющие решения. И печаток, конечно, классное, но бэклог не открывался вообще. И, собственно, это то, вокруг чего нам пришлось поиграть. Следующий эксперимент был про то, что у нас достаточно сильно тормозил скролл. Даже на небольшом количестве задач, но это было тяжело, потому что все вот эти перерасчеты, которые примут в скролле, появляются. Ну, например, как минимум, нужно подгрузить новые ячейки. Новые ячейки, значит, нужно подгрузить новые циферки, нужно подгрузить новые таски, все это нарисовать, посчитать эти агрегации, ну, много всего. И мы такие, ну, ребят, давайте, мы не будем делать это при скролле, давайте мы сначала проскроллим, а потом мы уже все это покажем. Ну, казалось бы, да. И была идея так сделать, мы запустили это в формате эксперимента, то есть мы под флагом включили нескольким клиентам, которые больше всего жаловались на скролл, и сказали, ребят, давайте мы вам все лишнее просто скроем, чтобы все будет нормально. И очень забавная история получилась, что они сказали, ну, скроллы, конечно, работают, но это, типа, вообще не вариант, потому что мы, ребята, вообще, когда скроллим, мы ориентируемся на таски. То есть мы помним, какие таски у нас где там раскиданы, мы понятия не имеем, какие там даты. Мы хотим доскроллиться до картинки, а так, получается, мы скроллим слепую. И на самом деле это все оказалось не лишнее для них, и поэтому скролл нам пришлось возвращать. Эксперимент этот мы откатили и стали думать, соответственно, дальше. Следующая история про онлайн апдейты, про которые я уже рассказывал, тоже в формате гипотезы, что если у тебя большой аккаунт, и если очень-очень много человек одновременно там что-то нажимают, они, соответственно, генерируют достаточно много онлайн апдейтов. И, условно, даже несколько в секунду. Это значит, что несколько раз в секунду могут прилетать какие-то ивенты снаружи. То есть если я даже просто смотрю на этот чарт и ничего не делаю, он уже у меня тормозит просто потому, что мои коллеги что-то мне присылают, и эта вьюшка должна это отрисовывать. И мы когда про это подумали, немножко впали вообще в ужас. И начали пробовать тоже в формате эксперимента, отключили онлайн апдейты. И на самом деле мы попробовали это даже просто банально со своим аккаунтом. У нас достаточно много человек в компании, мы в целом могли попробовать это как-то воссоздать. И посадили народ, который просто генерировал какое-то безумное количество ивентов именно в нашем аккаунте на Prode. Больше пока никому этот факт не включали. И добавили кнопку refresh. То есть вместо отлайн апдейтов просто сидел чувак типа менеджер, который нажимал refresh, типа у него подгрузились данные. И у него была запущена вот эта штука, которая мерила этот адрес. И забавный факт, в общем ни на что это не повлияло. То есть мы посмотрели, что онлайн апдейты, ну нормально на самом деле они работают. Вообще не было никакой разницы, проблема все-таки была действительно другая. А как им это работали апдейты? Полинг, вебсокет и что такое? Там вебсокет, да. Тогда там нечего оптимизировать. Что? Там тогда нечего абсолютно оптимизировать. Ну типа да, там оптимизировать скорее не транспортный слой, а уже внутри, на уровне вьюшки. То есть когда ивент прилетел, ему надо перерисоваться. То есть вот эту перерисовку, она достаточно дорогая. И если бы она действительно происходила настолько часто, она правда могла прийти. Вот. Это мой любимый кейс на самом деле. И мне кажется, он в первой итеранции больше всего нам помог. Мы когда делали этот ворклоуд, ну три года назад, да, мы такие, ну, наверное, вот как раз, да, вот то, что спрашивали. Наверное, когда-нибудь будет много юзеров, и тут будет 5 строчек, а типа там 50. Давайте подумаем, давайте сделаем виртуализацию. Ну типа будем показывать там, ну, сколько это первых, сколько вылезает в экран. Вот такие, да, давайте сделаем. Сделали, все это хорошо работало, все было нормально, до тех пор, пока через там полтора года мы не придумали сделать эти группировки. Давайте сделаем группировки. И каким-то образом, ну, по невнимательности там всей команды, ну, просто не подумали о том, что неплохо было бы проверить, как у нас с группировками работает виртуализация. И работает она на самом деле так, что если в первой строчке верхнего уровня будет еще 50 вложенных строчек, то виртуализация будет работать только по строчкам верхнего уровня. Она покажет, она, когда посчитает, ну, вылезает только одна строчка, давайте показывать ее, но при этом она покажет все 50 вложенных. А из этих 50 вложенных, в реальности, ну, вот как здесь, вылезает только 5 проектов. А это значит, что у нас есть примерно еще 45 строчек в доме, вокруг каждой из них дикое количество вот этих ячеек с циферками, которые нужно посчитать и так далее. Короче, это просто караул. И то, что мы починили виртуализацию, на самом деле, дало достаточно сильный boost. Это примерно, ну, условно, как выглядела задача на фикс-перформанс. Вот когда мы ее ставили, это примерно половина того, что мы попробовали. Если там вам на скрине видно, наверное, нет. Там есть скролл-бар, он примерно там на середине. То есть там было куча всего. Это и быстрые эффиксы, и долгие, и наши эксперименты, и адаптация логики. Ну, и на самом деле, к чему мы пришли? К тому, что примерно уже к концу мая, там, начало июля ситуация у нас выровнялась. То есть для большинства клиентов у нас аппекс попал в зону хорошего перформанса. Она у нас была названа. И в целом это был уже достаточно большой успех сам по себе. Мы смогли ее подтвердить цифрами и как-то перестать паниковать из-за того, что все разваливается. И уже смогли начать более точечно работать с какими-то клиентами, у которых все еще остаются проблемы. У них эти проблемы, скорее всего, от количества данных или от специфического сетапа, или от того, что они через интеграцию делают что-то, какой-то очень интересный кейс. И мы начали решать уже именно вот это. Это скрин на момент сейчас. То есть вот как выглядит этот аппекс по всем нашим авантам. То есть внизу зелененькими, тут выделено несколько ключевых вещей. Там вроде как раз реассайна, вроде изменения сеттингов, вроде открытия тул типа по этим задачам. Тут видите, драгон-дроп на самом деле тоже я его не выделил, но тоже он в хорошем состоянии. Они все там 97-98, несколько ивентов там 95-92. То есть для большинства ивентов на самом деле удалось все починить и все поправить. И самое главное, это удалось доказать цифрами и историческими цифрами. Но при этом остается еще пара ивентов. Как раз ивент на инвалидацию, который самый верхний, и на загрузку новых данных. Они все еще тяжелые, с ними все еще нужно работать. А эти все ивенты, когда вы начали мерить перформанс, тогда эти ивенты появились у вас? Или они у вас и так были по какой-то причине? Нет, когда начали мерить перформанс. А я вопрос, пожалуйста. Да, вопрос, были ли у нас ивенты раньше или они появились, когда мы начали мерить перформанс. Они появились, когда мы начали мерить перформанс. На самом деле это детали этой истории. То есть сам перформанс, в принципе об этом мы начали задумываться, что неплохо было бы мерить. Еще до всех этих проблем, пока нам начали прилетать тикеты. Поэтому у нас данные есть условно еще на пару месяцев назад, начиная от января. То есть с ноября прошлого года. Но вот прямо проблемой это стало. И прямо про андекс мы задумались уже в январе. То есть мы собрали какие-то данные, которые у нас были, добавили новые ивенты, все это упаковали в метрику. Следующие планы, просто хочется поделиться, наверное, что мы будем делать. Прежде чем поделюсь, вопрос в зал. Как вам кажется, какая по перформансу, какая вообще самая классная тулза или есть в мире? DevTools. Ну а я имею ввиду для работы с данными. Для фронта? Ну нет, просто вот условно представим, что я вообще не разработчик и мне нужна какая-то тулза для работы с данными. Excel. Excel, да, супер, отлично. И у Excel, условно, давайте говорить про веб, это Google spreadsheet. Он выглядит вот так. Если кто-нибудь когда-нибудь пытался в нем разбираться, на самом деле это гигантский канвас. И канвас работает, ну, в разы и быстрее. Во-первых, из-за того, что, ну, дом, как работает дом, каждый дом-элемент жрет память. И, соответственно, чем больше этих дом-элементов, тем больше памяти потребляет страничка, тем тяжелее все это перерисовывать. У канвас это только один дом-элемент. Канвас поддерживает GPU, и поэтому он гораздо быстрее перерисовывается. Чтобы инвалидировать дом, там нужно просто пройтись и... Ну, это достаточно дорогая операция. И поэтому перерисовка на канвасе и работа с канвасом, она, ну, она правда на порядок эффективнее. И, собственно, это первая наша история, что мы с дома будем переходить на канвас. Наверное, ну, сразу такое лирическое отступление. Три года назад, когда мы начинали эту историю, мы думали делать на доме или на канвасе. Но к тому времени у нас, у этой команды уже был опыт работы с Gantt-чартом, который я там вначале тоже показывал. Gantt написан на канвасе. И он работает быстро, он работает классно. У него есть нюанс, что разрабатывать его достаточно долго. То есть, чтобы поддержать все эти интеракции, drag and drop, там, создание задач, еще что-то. Если кто-то работал с канвасом, вы представляете, как это выглядит. То есть, там надо высчитать этот пиксель, куда ты попал, там, чтобы обработать один-единственный ивент. Там просто можно сойти с ума. Как это работает на доме? Ну, просто вешаешь на дом элемент обработчик, у тебя все хорошо. И, соответственно, просто во имя скорости разработки мы выбрали дом. И сейчас настало время переходить на канвас. На самом деле, ну, как я уже сказал, буквально там в этот сприт мы уже делаем релиз. И скоро, я думаю, у нас нужно посмотреть данные. И вторая история. Мы, на самом деле, начали, ну, уже заканчиваем, уже зарелизили даже, такую штуку, как экспорт. То есть, окей, если мы не справляемся с таким количеством данных, может быть, это и нормально. Давайте мы вам дадим Excel-ку, и если вам надо действительно много данных, такое большое количество данных, считайте это в Excel-ке. И, на самом деле, это именно тот кейс, который и кастомеры вполне удовлетворяют. И они получают возможность сами нарезать как-то безумное количество данных, и при этом не повесить на код. А за счет канваса, получается, что тогда от ангуляра вы уже не получаете абсолютно ничего? Вам нужно абсолютно самим делать полный рендеринг, самим следить, что перерисовать, что нет. И вы постоянно перерисовываете всю картинку. Ну, хороший, кстати, вопрос. Я, Даня, не сказал про это. Мы итеративно, скажем так, переходим на канвас. Мы, в первую очередь, хотим заменить ячейки. Ячейки и циферки. Потому что это безумное количество элементов. Для 4К дисплея там может быть просто, не знаю, 10 тысяч без проблем ячейок, которые можно заменить одним канвасом. И мы заменили вот это, а задачи и все остальное пока остается на доме. Копировать их можно будет, эти цифры будут разными? Что делать? Копировать будут разными. А, копировать. Копировать нет, копировать. Ну, с канваса их копировать нельзя. Но, в принципе, их отсюда нельзя было копировать. В общем, их никто и не хотел копировать. Но, на самом деле, это хороший момент. И как раз для того, чтобы выгрузить как-то эти данные, мы как раз и даем экспорт. То есть мы их дадим сразу в виде экселя. А импоргуют данных? Что-что? Например, если из экселя потом захочет клиент заимпортировать данные? Такого, скорее, нет. Там история... Да, я повторю вопрос для записи. Не захочет ли клиент заимпортировать данные обратно из экселя? Скорее, такого нет. Это происходит, потому что данные такого размера, которые надо экспортировать, их очень много. И, скорее, гранулярно их никто не смотрит. Как пользуются таким экселем, они идут в самый конец вот этого большого списка и вводят туда формулу. Посчитайте мне сумму всего этого столбца на 10 тысяч сурочек. И они смотрят там агрегацию, и просто в зависимости от этого уже принимают какие-то управленческие решения. Они не идут обратно. Вопрос. Где агрегации сейчас рассчитываются? На клиенте или на сервере? И там, и там. Она продублирована на сервере для того, чтобы мы могли отдавать полную данные по загрузке. Потому что, на самом деле, задачи, которые здесь показываются, они не все, они не полные. Могут быть задачи, которые на этом конкретном исполнителе, которые просто не пошарены с тем человеком, который смотрит сейчас на чат. Но при этом мы должны учитывать, что есть эта загрузка. Это знает только backend. А frontend, в свою очередь, обязан поддерживать оптимистичные калькуляции, поэтому ему тоже надо все эти расчеты дублировать. Backend у вас на чем написано? Backend на Jaya. Окей, я попробовал потихоньку закругляться. Если кто-то захочет перечитать это в текстовом виде, есть ссылочка на Medium, там все это расписано. По-моему, на Hub, кстати, у нас тоже была статья про это, и тоже там все это есть. В целом, если как-то подводить какие-то итоги, то банальные советы. Начать, наверное, надо с профайлера посмотреть на свои память и на CPU, посмотреть на количество дом-нот, посмотреть на счетчик FPS при каких-то интеракциях, что у вас там вообще происходит. Скорее всего, есть рекомендации, чтобы настроить performance tracking на стороне клиента, потому что нам казалось, что у нас все нормально. Когда мы посмотрели на их данные, оказалось, что действительно там есть проблема. Если это так, подумайте в сторону каширующих селекторов. Если это много вычислений, которые там дергаются при каждом чихе, это все-таки нужно. Как бы сложно это не выглядело и как бы неудобно это не выглядело. Не бойтесь экспериментировать с вещами, то есть то, что сказал Product, это действительно все-таки не высечено в камне. Если вы видите, что это больше не работает, но в реале давайте это исправлять. Можно пробовать, действительно пробовать упрощить логику и выкидывать лишнее. То есть, например, у нас есть какие-то вещи, которые используют 1% кастомеров, но при этом от этого приносит нам и проблемы с комплектики, и переварить счет с перфомансом. Такие штуки можно и нужно выкидывать. Понятная история, наверное, про DOM и Canvas, что если есть время, если позволяет сроки, то Canvas действительно будет быстрее. Ну и наконец, наверное, главный такой вывод, что не надо пытаться действительно все-таки поддержать все. Есть истории, которые просто должны делать другие тулы, которые можно сделать через экспорт данных и решить эту проблему как-то иначе. В конце концов, мы не пытаемся сделать действительно универсальный инструмент, мы пытаемся решить проблему пользователя, а мы не решим ее, если у нас физически ничего не будет в работе. Ну и, в общем-то, все на этом. Спасибо большое за внимание и за ваш вопрос. Так, есть вопросы в зале? На кону Kindle, напоминаю. Вот там первый вопрос. Да, у меня есть вопрос. Изначально хотел бы рекомментировать ваш подход. Ангулярские редакции мне, конечно, бесконечно импонируют, потому что на одном из знаков живых мест работы я засчитал такую же архитектуру. И, честно говоря, ребят меня до сих пор ненавидят. Но вопрос в другом. Вы не думали об SVG вместо Canvas? Повторим их, пожалуйста. Да, вопрос... Ну, я, наверное, последняя часть, да, повторю, что не думали ли мы про SVG вместо Canvas. Ответ такой, что нет, не думали, потому что... Ну, SVG это, фактически, это ведь тот же дом. Оно все точно так же, ну, лежит в виде XM, ну, в виде... Да. Первый вопрос, я вам не отъезжаю. Да. По-терому вопросу, а почему не NGRX, почему вы взяли State Management, из-за этого языка мира в Angular? У меня есть ответы на это, что интересно важно. Повторись. Почему не... Почему Redux? Да-да-да, почему Redux, у меня Гуляровский State Management. Хороший вопрос. Ну, я, кстати, не знаю, как правильно, а ты? Я могу ответить на мой вопрос. Правда, он будет без записи, но тем не менее. Там было слышно. А, ну ладно. Первое, это потому что по историческим, естественно, причинам. Ну, типа того, да. Второе, это потому что у нас были специалисты по Redux уже, и в основном, ну, было много ребят с React. И третье, NGRX, ну, по крайней мере, на тот момент, когда это было, у него были проблемы с перформансом. А после этого всего вы бы еще раз Angular выбрали? Ну, после этого всего мы сейчас переходим на TypeScript React. У нас был... Ну, а вопрос еще нужно, видимо, в контексте того, а что тогда было, кроме Angular? Да, там история была в том, что все-таки в компании был единый стэк, и на тот момент уже компания писала на Dart и Angular. То есть тут ключевая, наверное, история про Dart, а не то, что Angular. То есть по Dart, в принципе, ну, не особо много вариантов, о чем писать. И сейчас, да, сейчас мы действительно переходим на TS React из-за того, что Dart для Web будет sunset-иться, и у нас архитектурная команда делала большой достаточно research. Там, я не знаю, там страниц на 20, наверное, выводов они смотрели. И Vue, и React, и Angular, вообще все, что только есть. И пришли к поводу то, что все-таки это React. У нас, ну, на Хабре тоже, по-моему, есть, должна быть эта история. У нас есть на Хабре блог, ну, Райк можно посмотреть. Там написано две больших статей, как и чего. И вы останетесь на редакции? Случай канваса, там уже как-то неважно что. По поводу редакции, хороший вопрос. Останемся ли мы на редакции, но, скажем, непонятно. Потому что, в целом, будет возможность у каждой команды это определять, насколько им это будет комфортно. Наверное, не будет такого жесткого пуша, чтобы все писали одинаково. И если команда хочет отказаться от редакции, ну, команда сможет отказаться от редакции. Еще вопросы есть? Тогда все. Благодарим. Спасибо. Круто. Спасибо большое. Так, у нас перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok